Тяжелый вид спорта. Неблагодарный, ни особо зрители не такой популярного. Зрители не ходят на борьбу сейчас. Но для человека, для мужчины хороший вид спорта. Вот сейчас будет рада. Смотрите. Ах, что будет. Ада! На рубеже веков Адам Сайтеев считался сильнейшим борцом планеты. Будучи природным легковесом, он почти всю карьеру выступал в средней категории, где годами не знал себе равных. Адам уже давно покинул ковер, но молва о его победах разносится до сих пор. Сегодня мы разберем насыщенный путь младшего Сайтеева и покажем, за что он заслужил имя одного из самых техничных борцов в истории мировой борьбы. Адам родился и вырос в дагестанском городе Хасавюрт. Он был третьим ребенком в многодетной чеченской семье. Когда мальчику исполнилось шесть лет, он вслед за старшими братьями начал заниматься вольной борьбой. За старшими братьями пошел. Обыла занимался, ВСР занимался, как известно. А я так же, куда я пойду, если старшие ходят на борьбу, а то и туда идут. Сайтеевы тренировались секцией братьев Ирбайхановых. Зал располагался в заброшенном здании авторемонтной мастерской, а из инвентаря был лишь один потертый мат. Условия были суровые, но это только закаляло братьев. В 1991-м Бувайсер стал чемпионом СССР. Бувайсер среди юношей, а после уехал тренироваться в Красноярск. Адам остался в Хасавюрте, но потом хлынули 90-е, и спорт в республике стал последним делом. Поэтому после окончания школы Сайтеев сразу последовал за старшим братом. В то время Красноярск являлся центром отечественной борьбы. Все благодаря Дмитрию Мендиашвили, который уже 20 лет успешно заведовал школой высшего спортивного мастерства. Когда Адам только приехал в столицу Сибири, Бувайсер уже был чемпионом мира, но Мендиашвили сразу понял, что он ничем не уступает старшему брату. Я должен сказать, что он по таланту босиком не уступал. Так что очень талантливый, взрывной, чувствительный. Но вот его технические действия, которые он делал, они до сих пор являются примерным. В спортшколе Адам попал под опеку Виктора Алексеева, который стал личным тренером молодого борца. Сайтеев обладал скромными физическими данными и уступал в габаритах многим сверстникам. Поначалу приходилось тяжело, но со временем трудолюбие и дисциплина сделали свое дело. В 20 лет Адам попал в сборную Красноярского края и получил право выступить на чемпионате России 1997 года. В весовой категории до 69 килограммов была сумасшедшая конкуренция, но Сайтеев не замечал никого на своем пути. В финале он встретился с чемпионом мира среди юниоров Сасланом Тамаевым. Сайтеев разобрал соперника на части. А как только пришел подходящий момент, положил на туше. После победы на чемпионате России Адам заслужил право представить страну на чемпионате мира, который проходил в Красноярске. С первых схваток турнира Сайтеев блистал на ковре, очаровывая родную публику креативной техникой и динамичной борьбой. Адам уверенно двигался по турнирной сетке, но затем на пути молодого борца оказался бронзовый призер Олимпийских игр Заза Зазиров. Сайтеев оказал достойное сопротивление опытному сопернику, однако в конечном итоге уступил в два балла и был вынужден покинуть чемпионат без медалей. Не просто так вот, контратаку, контратаку, да, что и произошло, что и произошло. Бал, бал уже, бал есть, сейчас бал есть. Да, вот так вот, один балл, что творится невозможно. Не забирает, да, Зазиров, Заза Зазиров. Думаю, Адам Сайтеев был украшением этого чемпионата по технике, по мастерству. Вот, ну что поделаешь, борьба есть борьба. Сегодня ты пришел, ты проигрываешь. Если у тебя нет изначально данных, так ты проигрываешь. Но потихоньку, если ты следишь за тем, что ты делаешь, тренируешься, стараешься, завтра ты выиграешь соперника чуть сильнее тебя. Он был вчера. Вот завтра тебе получается еще больше, и вот так вот идет рост. Если ты это замечаешь, у тебя хватает внимательности заметить это, тогда у тебя идет, с интересом идет. После осечки на Мундиале Адам решил полностью отказаться от весогонки и подняться в категорию до 74 килограммов. На тот момент, вот уже третий год, бессменным лидером сборной в этом дивизионе являлся действующий олимпийский чемпион Бувайсар Сайтеев. О бочном противостоянии братьев не могло быть речи, поэтому старший уступил свое место младшему. В 98 году я стал чемпионом мира, в 99 году уже Адам подрос, уже в моем весе был. Набирал обороты, он был получше меня. Следующий год олимпийский был, поэтому надо было ему результат какой-нибудь большой. 99-й год Адам начал с чемпионата России. Сайтеев впервые столкнулся с лучшими полусредневесами страны, но побеждал всех даже увереннее старшего брата. В схватке за первое место он встретился с борцом из Дагестана Шамилем Алиевым, где за счет своей филигранной техники не оставил сопернику ни единого шанса. Став лучшим в стране, Адам отправился на чемпионат Европы в Минске. Он легко прошелся по турнирной сетке, разгромив абсолютно всех оппонентов. В финале Сайтеев разделил ковер с представителем Украины Аликом Мусаевым. Поначалу поединок складывался в пользу соперника, но во втором периоде российский борец переломил ход встречи и взял вверх со счетом 4-2. Завоевав титул сильнейшего борца континента, Адам поехал на чемпионат мира в Анкару. Сайтеев снес всех на своем пути и добрался до финала с общим счетом 41-3. В золотом матче он встретился с трехкратным обладателем Кубка мира, а вместе с тем принципиальным соперником своего брата Александром Лайпольдом. До последней минуты поединок проходил без результативных действий, но на заключительных секундах борцы взорвались. Адам сделал накат. А немец ответил амплитудным броском. Борьба получила продолжение, где Сайтеев сумел выгрызть два балла и довести схватку до победы. Он отстоял мировую корону своего старшего брата. Наступил 2000 год. Время Олимпийских игр. Перед тренерским штабом сборной России возник животрепещущий вопрос. Кто из братьев Сайтеевых будет бороться на Олимпиаде в категории до 74 килограммов? В конечном итоге решение предложил сам Адам, который вернул брату место в полусреднем весе, а сам поднялся в дивизион до 85 килограммов. Это была совершенно новая категория для Сайтеева, но даже недовес в 10 килограммов не вызвал у него сомнений. Он поставил перед собой цель завоевать путевку на Олимпийские игры. Восчищаясь просто вот его энтузиазмом, его характером, его волей и желанием, как вот нужно просто тренироваться и идти к цели. Вот с тех пор я не видел таких людей, просто вот честно говоря. Вот такие люди, они раз в сто лет рождаются. Новый сезон Адам традиционно начал с чемпионата России. Он был самым малогабаритным борцом на турнире, но за счет смекалки и скорости обыгрывал лучших средневесов страны. В финале Сайтеев сошелся с будущим двукратным чемпионом мира и действующим тренером дагестанской сборной Сажидом Сажидовым и положил чемпиона Дагестана на туше. У него вообще уникальный результат. Он в 98-м году чемпион России в 69 килограмм, в 99-м году чемпион России в 74 килограмма и в 2000-м году в 85 килограмм. Он за два года с 69 до 85 в всей категории выиграл. После победы на национальном турнире Адам прибыл на чемпионат Европы в Будапешт. Он вихрем пронесся по турнирной сетке, с солидным преимуществом одолев всех конкурентов. В схватке за первое место столкнулся с белорусским борцом Бейбулатом Мусаевым. Сайтеев одержал досрочную победу со счетом 10-0 и вновь поразил мир борьбы уровнем своего мастерства. 55 килограммов в более тяжелую категорию перешел Адам Сайтиев, потому что в категории 76 килограммов он был в прошлом году. У него было такое движение, захват держит, снизу или сверху, и вот подрыв ногой. Любого человека делал, переводил. Никто так не делает. Или когда ему ноги проходили, он обыгрывал с коленом, ногу перекрывал, заходил влево, вправо и так далее. То есть у него были такие хорошие технико-тактические варианты, которые до сих пор никто не делает. Покорив чемпионат Старого Света, Адам окончательно заслужил свое право представить страну на самом главном турнире четырехлетия – Олимпийских играх в Сиднее. В дебютном матче Сайтиев прошел все того же Бейбулата Мусаева, а затем досрочно победил австралийского борца Игоря Прапорщикова. В одной четвертой Адам разгромил вице-чемпиона прошлых игр – корейца Яна Хён Мо. А уже в полуфинале со счетом 3-0 одолел представителя Македонии Магомеда Ибрагимова. В схватке за Олимпийское золото Адам столкнулся с чемпионом мира и обладателем Кубка Планеты Юэлем Ромеро. Будущий претендент на титул UFC выглядел и с Полином на фоне Сайтиева, словно это были борцы из совершенно разных весовых категорий. С первых секунд Юэль бросился вперед, но Адам провел изящную контратаку и взял сразу 4 балла. С большим трудом Ромеро удалось отыграть 1 балл, однако это было все, на что его хватило в этот вечер. На старте второго периода Сайтиев применил очередной хитроумный контрприем и прижал лопатки кубинского гиганта к ковру. Это было туша. В 22 года Адам Сайтиев стал олимпийским чемпионом, но никакой радости борец не испытывал. Все омрачилось поражением Бувайсара, который сенсационно уступил уже в первой схватке турнира. После Олимпиады Адам заявил, что эта победа для него ничего не значит, потому что старший брат остался без своей золотой медали. В Дагестане, на Кавказе спортсмен без поддержки не страдает за ним, тем более, когда борется, когда получается такая толпа за ним. Вот когда проигрывает, обычно у борцов, у спортсмена это хорошо замечает. Выиграл его, чуть ли не на руках носят. А проиграет, редко бывает, когда к нему подойдут, ничего, успокоят его, нормально все. После Олимпийских игр Адам взял годовой перерыв. Возвращение Сайтиева состоялось на чемпионате России 2002 года, где он стал четырехкратным национальным чемпионом. Несмотря на все свои титулы, вот, вот, посмотрите, он заслуженный мастер спорта. Подтвердив звание лучшего средневеса страны, Сайтиев завоевал билет на чемпионат мира в Тегеране. На пути к золоту он одержал серию досрочных побед и отдал соперникам всего три балла. В финальной схватке Адам в очередной раз встретился с Юэлем Ромеро, который теперь жаждал реванша. На старте Сайтиев провел очередь успешных атак и повел в счете 2-0. Но затем кубинец исполнил трехбальный бросок и сразу вышел вперед. Адам бросился отыгрываться, но Ромеро начал уклоняться от борьбы, из-за чего судья решил отдать балл россиянину. Счет в матче стал равным и начался овертайм до первого действия. Ромеро прошел в ногу и был близок к тейкдауну. Но из совершенно мертвой позиции Сайтиев умудрился забрать решающий балл, а вместе с ним титул чемпиона мира. С 1999 по 2002 год Адам не проиграл ни единой схватки и многими был признан лучшим борцом вне зависимости от весовых категорий. Сайтиев находился в самом расцвете силы и уверенно двигался к следующей Олимпиаде, но затем случилась целая серия тяжелых травм. Адам больше не мог бороться в полную силу, из-за чего последовали поражения. В Олимпийский год Сайтиеву удалось выйти в финал чемпионата России, однако там он проиграл своему старому сопернику Сажиду Сажидову и окончательно лишился возможности поехать на игры в Афины. Тяжело проигрывать. Вот это вот, от проигрыша, вот это, вот это горе, тяжесть, вот это надо сохранить на тренировке. А когда ты позволяешь себе все что угодно и на ковре, и за ковром, когда проиграл, там все виноваты, только ты не виноват, тогда тяжело-то будет. В следующий раз пойдет все так же. Себя винить надо за проигрыш. Ты проиграл. После проваленного отбора на Олимпиаду, Адам решил на время покинуть ковер, чтобы залечить все травмы. Возвращение Сайтиева состоялось только в 2006 году. На чемпионате России он в очередной раз стал вторым, но сумел победить на престижном турнире Иван Ярыгин и получил право выступить на чемпионате Европы в Москве. Это было первое появление Адама на международной арене за последние четыре года, но он не позволил в себе сомневаться. За весь турнир Сайтиев отдал только один балл, а в финале в доминирующей манере расправился с турецким борцом Гёкаем Ямаширом. После победы Адам не собирался останавливаться. Он планировал отобраться на Олимпийские игры в Пекине, но прямо перед чемпионатом России получил тяжелое повреждение спины, которая обернулась грыжей межпозвоночного диска. Травма оказалась настолько серьезной, что Сайтиев не мог ни тренироваться, ни бороться. Об Олимпиаде в очередной раз пришлось позабыть. Адам не выступал больше трех лет. Уже никто не ждал возвращения заслуженного ветерана, когда в 2012-м он неожиданно заявил о намерении вернуться в большой спорт. К тому моменту Бувайсар уже завершил карьеру в звании трехкратного олимпийского чемпиона, и теперь Сайтиев мог наконец бороться в весовой категории до 74 килограммов. Двукратный чемпион мира Адам Сайтиев! Впервые чемпионат России в этом весе Адам выиграл в 1999 году, но даже спустя столько лет он свободно конкурировал с молодыми соперниками. В одной-восьмой Адам встретился с вице-чемпионом Дагестана Ахмедом Гаджимагамедовым и вырвал волевую победу со счетом 2-1. В одной-четвертой он вышел на обладателя Кубка мира Аниуара Гедуева. Мы просим всех, просим очистить рабочую зону. В напряженной схватке, где из-за спорного судейства все едва не обернулось массовой дракой, Сайтиев сумел победить с минимальным преимуществом. В полуфинале он столкнулся с Гаджи Гаджиевым и в сухую обыграл чемпиона Южного федерального округа. Начну грамм. Победу одержал Адам Сайтиев. В финале Адама ожидал Денис Царгуш. Будучи двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы, он был безоговорочным лидером сборной России в весе до 74 килограммов. Схватка между Сайтиевым и Царгушем стала центральным событием всего чемпионата, а на кону стояла путевка на Олимпийские игры в Лондоне. Разница в возрасте между борцами составляла 10 лет, но на ковре была совершенно равная борьба. За минуту до конца второго периода на табло по-прежнему горели нули, когда Царгуш провел контратаку и сумел забрать заветный бал. Сайтиев оставил всего себя на ковре, но отыграться не хватило считанных секунд. После третьей неудачной попытки отобраться на Олимпийские игры, Адам решил завершить спортивную карьеру. Он переехал обратно в Хасавюрт, где они вместе со старшим братом открыли свою школу борьбы. Сейчас Сайтиев работает тренером и воспитывает собственных учеников. Он по-прежнему не представляет свою жизнь без борьбы, хотя признается, что порой ему крайне тяжело находиться в этой среде из-за негативного поведения некоторых представителей спорта. Часто задаваешь вопрос, а там ли я нахожусь, вот среди тех людей, где ты находишься. Вот вроде спорт – это красота, сила, здоровье, благородство, к чему-то такому должно человека побуждать. А когда видишь, люди стараются самыми низкими качествами залезть наверх, вот тогда уже тебе бывает в этой публике не очень комфортно, бывают такие ситуации. Сегодня Адам всего себя посвящает тренерской деятельности. В отличие от старшего брата, советника главы Чеченской Республики и депутата Государственной Думы, младший Сайтиев живет тихо и мало общается с прессой. До сих пор звание олимпийского чемпиона открывает перед ним большие двери, но он по-прежнему держится в стороне от этих привилегий, потому что не видит ничего выдающегося в своих достижениях на ковре. Борьбу в России, борьбу и Олимпиаду, вот сейчас Олимпийский год, переоценивают чересчур. Вот ей придают какой-то статус, которого у него нет, вот как будто эта борьба решает все. Может это с моей стороны как-то не я сам борец, мне нужно, например, для меня выгода, чтобы борьба была очень популярна, чтобы в борьбу вкладывалось больше всего. Это хорошо спорт-борьба, но вот нужно ли его столько много? Без всяких сомнений, Адам Сайтеев оставил яркий след в истории мировой борьбы. За 15 лет на лучших коврах мира у него были моменты великих триумфов и горьких неудач, однако при любых раскладах он оставался самим собой. Уже почти как 10 лет Сайтеев ушел из большого спорта, но так и не променял борьбу ни на что другое, а по-прежнему продолжает заниматься своим любимым делом, делом всей своей жизни. Ну, успех. В спорте он был из-за трудолюбия, а в жизни особых успехов нет. Для мусульмана в жизни успех это только там будет понятно, или люди за него скажут, а так, хотя люди многого не знают у каждого, у себя глубоко внутри человека знает самого себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова